Весна среди зимы. Из-за аварии на водопроводе без холодной воды остался целый микрорайон. Безопасность прежде всего. В Рязани стартовала всероссийская акция сложности перехода. Все бегут и я бегу. В Рязани прошло самое массовое спортивное мероприятие года. Около 30 рязанских улиц остались в понедельник утром без воды. Из-за аварии на водопроводе на улице Тимакова без холодной воды остался почти весь микрорайон Дашково-Песочни. Глава города Олег Булеков поручил привлечь дополнительные ресурсы и ликвидировать аварию в максимально короткие сроки. Прорыв произошел в районе дома номер 13 по улице Тимакова. В результате без холодной воды остались жители домов более чем по 30 улицам. По предварительной оценке специалистов прорыв связан с движением грунта. Для устранения последствий привлекли дополнительные ресурсы и ремонт оперативно завершили. Авария хоть и испортила настроение, но далеко не всем. Пока сотрудники водоканала пытались ликвидировать причины прорыва трубы, школьники, видимо, почувствовали приближение весны и с восторгом прыгали через образовавшиеся ручьи. Собраться в яму поглубже рабочие им не разрешали, поэтому удовольствоваться пришлось малым. Тренироваться в том, как не промочить ноги первому. В выходные в Рязани прошло самое массовое спортивное мероприятие года. Более 20 тысяч человек одновременно вышли на старт, чтобы подышать свежим воздухом и принять участие в юбилейной 35-й лыжне России. Старт был дан с 20 точек, расположенных по всей Рязанской области. На центральной площадке главных зимних соревнований побывала Галина Ершова. Яблоку негде упасть. Это самое точное описание того, сколько людей захотели принять участие в гонке лыжня России. Более 5 тысяч человек приехали в субботу к повороту на поселок Ворские, чтобы проверить свою выносливость и полюбоваться зимним пейзажем. Погода приятно удивила. Легкий мороз и яркое солнце сделали трассу по-настоящему удобной для прохождения, как коньковым, так и классическим стилем. Дистанция стандартная 5-10 километров, также дистанция VIP. И у нас плюс еще здесь дают норму ГТО в пределах этих соревнований. Это дистанция 2, 3 и 5 километров. Спорт или здоровый образ жизни – разница вкусов только сплачивает людей. Ведь на лыжню России приезжают вместе с семьей или коллегами. Рязанский государственный медицинский университет имени академика Павлова прибыл одной из самых массовых делегаций. Профессора, преподаватели, студенты – более 70 человек вышли на старт, готовые доказать, что болезни нужно не просто лечить, а предотвращать. Однако даже в таком нехитром деле, как лыжи, они привыкли разбираться досконально, чтобы быть готовым к любым неожиданностям. У нас кафедра есть, кафедра физической культуры и здоровья, которая готовит методических к лыжным гонкам и советует, как работать на лыжне, и контролирует их. Хорошее впечатление. Некоторые у нас здесь и победители, и призеры некоторых облазных, и всероссийских соревнований лыжных. Поэтому им участвовать очень даже хочется. Студенты Рязанского государственного медицинского университета и мне академика Павлова выходят на старт уже больше 10 лет. Каждый год личным примером их вдохновляет ректор вуза. В этот раз Роман Калинин, как и большинство участников гонки, выбрал трассу в 5 километров. Это абсолютно хобби. Наверное, даже больше стараюсь на своем примере помочь детям, чтобы они приобщились и к лыжному спорту. Занимаюсь больше общей физической подготовки к лыжи зимой для души и вместе с коллегами из коллективной семьи. Однако ректор вдохновляет не только подопечных, но и родных. Трассу он прошел вместе с маленьким сыном. Это мое хобби, так я занимаюсь дедом. Первый раз я 10 километров бежала, а второй и третий раз я по 5 километров. Сила духа и здоровая привычка. Вот что такое Лыжня России для тех, кто утром субботы вылез из теплой кровати, чтобы одновременно со всей страной стартовать в самой масштабной лыжной гонке. Лыжня России объединила людей всех профессий и возрастов. Это гонка особенная вместе с мастерами спорта. На дистанцию отправились те, кто впервые встал на лыжи. Рядом с детворой соревновались ветераны. На старты рязанцы вышли школьными классами, производственными цехами и армейскими подразделениями. Преодолеть себя, прогуляться в хорошей компании или поддержать традицию. Лыжня России стала чем-то особенным, ведь удивить здесь стараются не только результатом. Гонка – это настоящее светское мероприятие, но красуется здесь не нарядами от известных котерье, а возрастом. Самым юным участником стал Лев. Ему всего два года. Мы все семьей приехали. Вот наш самый маленький. Зарегистрировали, пробежали. Все довольны. Детей на лыжне очень много. Горящие глаза и маленькие лыжи сразу выделяют их из толпы. Но несмотря на юность, они демонстрируют чемпионскую закалку и не хотят уступать взрослым. В конце только тяжело стало. Тяжело дышать. Жарко стало. Я много где катаюсь на лыжах в школе. Просто так катаюсь. Я каждый год сюда прихожу, катаюсь. Многолетней традицией лыжня России стала и для пенсионеров. Если вы думаете, что они редко выходят из дома и уж точно не занимаются спортом, то вы глубоко заблуждаетесь. Самому взрослому участнику соревнований больше 80 лет. Не отстают от него и прекрасные дамы. Правда, свой возраст они игриво умалчивают. Ну я уже пятый год бегаю. Конечно, великолепное. Преодоление себя. Где-то, где-то. И думаешь, ну все. Потом нет. Надо дойти и показать, что человеческие силы, в общем, они беспредельны. 40 минут для нашего возраста очень прилично. На будущий год на ГТО пойдем сдавать. Отлично, отлично, хороший. Такой подъем настроения. Нигде больше столько адреналина не получишь. Гордость своими результатами и жажда новых свершений помогают рязанцам решиться сдать нормы ГТО. В этом году такой возможностью воспользовались более 20 человек. Из общей массы их выделяли дополнительные красные номера. Ну, норматив ГТО перекрыл по своему возрасту. А сколько у вас норматив? Ну, у меня 36 минут. А сколько у вас? Ну, учесть, что стартовал попозже, получилось 25. Но, пожалуй, самый необычный рекорд поставила семья Калининых. На старт они вышли в составе 8 человек. Целых три поколения здоровых, энергичных и дружных людей. Мы каждый год вообще-то участвуем. Каждый год уже на протяжении, не знаю, там, 10, наверное, лет или 15. Мы не Россия, Кросснация. Мама, папа, я спортивная семья. Во всех спортивных мероприятиях города практически. Потрясающе. Как вам дается добиться такой сплоченности? Потому что у нас папа учитель физкультуры. Занимайтесь спортом и ведите здоровый образ жизни, чтобы последний месяц зимы принес вам максимум пользы и отличного настроения, которым вы сможете зарядиться на целый год. Сегодня в Рязани стартовала всероссийская акция «Сложности перехода». Ее основная задача – снизить число ДТП с участием пешеходов, в том числе и детей. Акция продлится до 5 марта. За это время она охватит практически весь город. Подробности в сюжете Галины Ершовой. Зебра, зеленый человечек и лежачий полицейский – эти слова знают даже самые маленькие. Сегодня они доказали это сотрудникам ГИБДД. Ведь одновременно в трех школах города прошли интерактивные спектакли и конкурсы на знание правил дорожного движения. Однако это не разовое мероприятие, а старт масштабной всероссийской акции «Сложности перехода». Она охватит 10 регионов России. Первой ее принял Ярославль, затем Кострома, третьим городом стала Рязань. Разработчики считают, что залог успеха в комплексном подходе. Чтобы сформировать безопасную модель поведения, они будут использовать интерактивные игры и викторины, видеоролики и баннеры. Сейчас, может быть, вы видели там «Папа, не гони», там черно-красные тона. Это тоже разработано с учетом психологии водителя, обращения максимального внимания. И участки, когда мы выбираем распространение таких баннеров, они также выбираются на основании очагов аварийности с учетом дорожных транспортных происшествий, риска дорожных транспортных происшествий с пешеходами. О том, как правильно переходить дорогу, детям и взрослым расскажут на железнодорожных и автовокзалах, пенсионном фонде, автошколах, заправках, торговых центрах. Также сотрудники ГАИ посетят 10 вузов и колледжей, 50 школ и 20 детских садов. Каждая программа рассчитана на определенный возраст. Например, юных школьников встречали уже полюбившиеся герои Света и ее мама. Вместе с ребятами они вспомнили о том, какие бывают разметки, что такое зебра и многое другое. Мне очень понравилась эта сказка, все было здорово. И мне больше всего понравилось, как выходили дети и мальчики были за рулем, а девочки переходили в пешеходный переход. Переходить надо очень осторожно, смотреть налево и направо нужно. Чуть-чуть, но меня мама с папой уже давно научили. Я уже все знала, но мне все равно очень понравилось. На память каждому ребенку подарили раскраску, в которой можно еще раз проверить свои знания. А также брелок и мешок для обуви, которые оснащены световозвращающими полосками. Оказалось, что дети не просто знают, для чего они нужны, но и умеют пользоваться. Когда ты переходишь ночью, когда у машины светят фары, и этот световозвращатель отражает свет, и водитель видит пешехода на дороге. А вы такие были когда-нибудь? Ты же пользовался? У меня на портфеле есть такие. Такие мероприятия будут проходить регулярно, ведь в Рязани программа завершится только 5 марта. Но и после ее окончания сотрудники ГИБДД продолжат заниматься профилактикой, чтобы каждый человек на дороге чувствовал себя в безопасности. К сожалению, несмотря на все старания госавтоинспекторов, без аварии не обходится ни один день. О дорожно-транспортных происшествиях, прошедших выходных и первого рабочего дня, расскажет Алена Куколева. Вечером 10 февраля в Михайловском районе вне пешеходного перехода 19-летний мужчина сбил местную жительницу. По предварительной информации, вне пешеходного перехода в темное время суток 19-летний житель Рязанской области, управляя автомобилем ВАЗ-21104, совершил наезд на 53-летнюю жительницу Михайловского района. В результате ДТП женщина-пешеход от полученных травм скончалась на месте происшествия. В воскресенье днем многие любители загородного отдыха попали в большую пробку на пути из Солочи в город. На мосту через Аку столкнулись сразу несколько автомобилей. Очевидцы выложили в сеть запись видеорегистратора. На кадрах видно, что в аварию попали как минимум 5 автомобилей. Одно транспортное средство оказалось на встречной полосе движения. Это затруднило движение из областного центра. В результате аварии пробка растянулась на 5 километров, что не могло не омрачить воскресный день многих рязанцев. На 69-м километре автодороги Клепик и Рязань примерно в 13 часов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в результате которого никто не пострадал. Далее в 13 часов 30 минут на этом же участке дороги 53-летний житель Рязанской области, управляя автомобилем «Газ», совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Лексус» под управлением 41-летнего жителя города Москва. Еще сразу несколько автомобилей столкнулись в ночь на воскресенье в центре города. На Первомайском проспекте в аварии пострадали три машины, детали которых разбросало в разные стороны. Как рассказал очевидец дорожного происшествия, водитель одного из автомобилей, судя по внешнему виду, был сильно пьян. Якобы он испровоцировал аварию, протаранив сразу несколько машин. В понедельник утром в центре Рязани произошла авария с участием микроавтобуса и внедорожника. Двигавшаяся по улице Ленина в сторону Соборной «Газель», врезалась в Toyota Land Cruiser Prado, который на свой сигнал светофора выезжал с улицы Новослободской. Видно, что в момент аварии для «Газели» горел красный свет. Сотрудники полиции по горячим следам задержали злоумышленников, подозреваемых в краже крупной суммы денег, из дома в Сасовском поселке. Продолжит Марина Комиссарова. На место преступления немедленно выехали сотрудники полиции. На снегу рядом с домом полицейские обнаружили характерные следы. Один из злоумышленников был обут в кроссовке, а второй в сапоги. К осмотру пострадавшего дома и прилегающей территории привлекли полицейского кинолога со служебной собакой. Пес взял след в доме и по характерным следам довел полицейских до тропинки, а затем, когда визуально следы уже потерялись, провел кинолога до местного продуктового магазина. В торговом заведении сотрудники полиции выяснили, что несколько часов назад в магазин заходили двое местных жителей, один из которых был обут в кроссовке, а другой в войлочные сапоги. Эти мужчины не могли похвастать постоянным источником заработка, но в этот раз, не скупясь, купили алкогольные напитки, которые сразу же употребили на улице. Полицейские установили, что к краже могут быть причастны ранее судимые за хищение 26-летний житель поселка и его 22-летний приятель. Сотрудники полиции начали розыск подозреваемых и вскоре выяснили, что днем они на электричке уехали в город Сасово. Там их быстро нашли в одном из кафе, задержали, изъяли у них часть похищенных денег. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража. Эксперты заявили, что февраль – самый депрессивный месяц в году. Ученые поясняют, что пессимистичные настроения людей связаны с нарушением суточного режима из-за короткого светового дня, а также с длительными новогодними праздниками. Астрологи, в свою очередь, подчеркивают, что в феврале и в начале весны людям нужно быть предельно внимательными. Этот период характеризуется для многих ослаблением бдительности и погружением в идеализацию происходящего. Может быть, настолько люди устают от холодных зимних месяцев, тянущихся будто бесконечно, что эмоциональное состояние дает сбой. И мужчина, и женщина готовы погрузиться в небольшую иллюзию, особенно если это касается личной жизни. Иначе говоря, это возврат к прежним всяким отношениям, идеализации того, что было. Мы будем думать о прежних партнерах, о том, что ушло, как о чем-то несбывшемся, что это так классно, что это здорово, что это вообще прям вот совершенно нереально. И нам дадут возможность все это вот еще раз попробовать. И мы можем еще там на какой-то срок опять ввалиться в какие-то жившие себя отношения и будем считать, что все это очень сильно здорово. Такому влиянию в ближайшие пару месяцев будет подвержено большинство людей. Однако те, кто действительно испытывал проблемы в отношениях, теперь могут разрешить все неурядиться и жить спокойно. Но здесь также не стоит все идеализировать. Нужно стараться трезво смотреть на ситуацию, поскольку сейчас самый благоприятный период для того, чтобы потерять голову. Особенно это касается знаков рыб и знака девы. У них вот по этой оси, у них вообще это вот очень сложности сейчас большие в начале весны. Так что всегда старайтесь смотреть на себя со стороны, оценивая, что же вы делаете. Этот год вообще может оказаться решающим для многих отношений. Те, кто долго жил вместе, либо решаться на хэппи-энд, то есть на свадьбу, а некоторые наоборот разойдутся. Так что это время принятия решений и расстановки всего на свои места. Что касается 2017 года в целом, его можно назвать одним из этапов перестройки всего мира. Это как бы что-то старое уходит, появляется что-то новое и называется мир уже не будет прежним после этого аспекта. Даже вплоть до того, что вот новая система безопасности, вот той же самой авиации, там как бы вот у наземных всевозможных служб. Спокойным 2017 год назвать нельзя. Он, как и прошлый, является одним из этапов всеобщих перемен. Пока еще происходит некая встряска, не совсем приятная для многих и удачная для других, как, например, для людей под знаком зодиака «Лев». Они в этом году самые счастливчики, их ждет успех. Точно можно сказать, что все без исключения люди, в том числе и львы, ближе к осени, точнее в сентябре, могут смело вступать в бизнес-партнерство. Проект может иметь большой успех. Окончательно же мир примет новое обличие в 2018 году. А пока стоит сказать, что общий гороскоп – это только часть правды. Каждый человек индивидуален, для каждого есть свой прогноз и весьма точный. Ведь астрология – это то, что люди изучали тысячелетиями. По словам специалистов, расположение планет, небесных тел – все это чистая математика, от которой все мы зависим, верим мы в это или нет. На этом все. Новости и другие авторские программы насмотрите на нашем сайте город62.тв. Прощаемся с вами до завтра и хорошего продолжения дня. Субтитры создавал DimaTorzok